Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Черневская. Близится 1 сентября, день знаний, начало нового учебного года. Длительные летние каникулы дали возможность детям отдохнуть, набраться сил перед учебой, но много детишек пойдут в школу в первый раз. А значит, им предстоит практически ежедневно ходить по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки секции, а это не всегда бывает безопасным. Сегодня мы хотим обратиться к взрослым, родителям, педагогам. В начале нового учебного года необходимо еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах. Итак, сегодня гость в студии Город С, заместитель начальника ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, подполковник полиции Поляков Станислав Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, в преддверии 1 сентября давайте поговорим на эту актуальную тему, потому что, конечно, в первую очередь это залог жизни и здоровья. Самого драгоценного, что у нас есть в этой жизни, это наших детей. Вот ребятам после лета вновь придется привыкать к рабочему ритму. И период адаптации могут быть невнимательны, могут быть рассеяны. Что нужно помнить в первую очередь детям? В первую очередь, значит, не нужно забывать о том, что необходимо выходить заранее, чтобы не торопиться, чтобы ребенок не всегда может оценить правильно скорость движения автомобиля, время похода до школы, до учебного заведения, там еще куда-то. Это первый момент, на что нужно обратить внимание обязательно родителям и педагогам, чтобы они постоянно разъясняли данный момент о том, что лучше выйти на 5 минут пораньше и прийти на 5 минут раньше в учебное заведение, нежели бежать, сломя голову через дорогу, через проезжую часть, по тротуару. По тротуарам передвигаются у нас, кроме пешеходов, велосипедисты, что является очень актуальной сейчас темой водителей самокатов, так называемых, электрических. Данные электрические самокаты развивают скорость до 70 км в час. То есть многие... Это знать нужно, не то, что помнить. Конечно, это надо разъяснять, это надо разъяснять обязательно. Очень много в период летних каникул у нас происходит ДТП с детьми, потому что погода хорошая, родители заняты, дети предоставлены сами себе зачастую. Ну вот, и после этого происходят данные, такие неприятные последствия, как наезд на пешехода, в частности на ребенка, и детские кости хрупкие, тяжкие травмы получаются, и постоянно это беда и для водителя, который совершил наезд на ребенка, это стресс для него, и в дальнейшем, возможно, уголовная ответственность. Потому что при открытом переломе усматриваться будет там ноги, это тяжкий вред здоровью, после чего материал будет передан, в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовной статьи 264-й, причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. И для ребенка, естественно, это само собой, это боль, это стресс, это шок. Ну, для родителей... Если вкратце памятка родителей. Станислав Александрович, ну, со своей стороны, я уверена, и не раз были передачи на эту тему сотрудники ГИБДД, ведут подготовку к новому учебному году. Расскажите, пожалуйста, как она осуществляется, вот буквально мы сейчас с вами говорили, для вас наступает горячая пора. Что будете делать? Да, у нас 159 школ в Самаре. В Самаре. Да, примерно такое же количество детских садов. Значит, отделом пропаганды, отдела ГАИ по Самаре, проводится так называемая приемка школ, проверяем паспорта безопасности школ. Что это такое сразу? Это, значит, подходные пути, подъездные пути, смотрим, значит, разметку, наличие знаков, дворовая территория, школа. Вот. И какие-то недостатки, если выявляются, тут же, значит, мы сигнализируем об этом в администрацию. Для принятия мер. Потому что к первому сентябрю все должно быть максимально безопасно. Для детей и для ребенка. Для детей, естественно. Однозначно для детей. Ну, хорошо. Я знаю, что вы еще и проводите уроки безопасности. Давайте вот этому уделим внимание. Скажите, пожалуйста, вот каким образом они проходят? И самое главное, как они проходят? Вот. Мне интересует мнение ваше, ваших коллег. Насколько дети сейчас внимательно слушают вас? Как вы с ними общаетесь? Вот. Видите ли вы живой отклик в глазах детей? Ну, отдел пропаганды у нас довольно опытный в городе Самара. Вот. И, значит, регулярно проводятся беседы с директорами, в школу собираемся, приходим на родительские собрания. За сотрудниками отдела ГИБДД есть ряд школ закрепленных, где постоянно в тесном контакте находимся, постоянно общаемся. И дети слушают. Естественно, там для первого класса тяжеловато что-то объяснять, там для второго, грубо говоря, для начальной школы. Но все равно, если наглядные примеры, проводим наглядную агитацию с картинками, грубо говоря. То есть то, что ребенок может более восприять. И постоянно беседуем, конечно, с родителями. Потому что у нас кто основной педагог? Это родители. Дети смотрят на родителей и поступают так же. Если папа бегает на красный, ребенок тоже будет бегать на красный. Это априори такое, где допускать нельзя. Ну вот все-таки, конечно, ваша позиция понятна, но некоторые родители, я даже знаю таких, которые говорят, самый главный воспитанник – это школа. Учителя должны научить, конечно. В первую очередь нужно объяснить родителям. А вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, кто ответственный в первую очередь, если, допустим, ребенок идет из школы или в школу? Ну, конечно, родители. Однозначно, ребенок – это зеркало родителя своего. То есть, если хотите воспитать ребенка, воспитайте себя. Правильно же? Так же говорят. Совершенно верно. Поэтому, если педагог, он сколько там проводит времени? Шесть часов с ребенком. Остальные восемнадцать часов занимаются ребенком родители. Поэтому в первую очередь нужно объяснить. Конечно. Если родители, опять же, не нарушают правила дорожного движения, если папа сажает ребенка на заднее сидение, пристегивает его и сам пристегивается, ребенок это запоминает. У меня вот у самого дети, у меня ребенку восемь лет, я сажусь за руль, он садится сзади, он пристегивается сам. То есть, мне не нужно напоминать. Он видит, что я пристегиваюсь и так же поступает. Так же многие другие сотрудники, дети, я тоже знаю, смотрю, как они там подъезжают куда-то, еще что-то. Видно, что пристегивает. Надо начинать с себя. Если родители безалаберно относятся, вот у нас ряд ДТП, которые происходят с детьми, с маленькими, это в присутствии родителей. И очень большое количество сейчас стало. То есть, в сопровождении бабушек, дедушек, родителей, ребенок попадает под машину. Но такого быть не должно. Если есть тротуар, надо идти по тротуару, даже на дворовой территории. Ну, там же есть тротуарами оборудовано. Не нужно бегать по проезжей части. Водитель на скорости 60 км в час, резко применив экстренное торможение, машина еще будет ехать 17 метров. Еще 17 метров. Это большое очень расстояние. А ребенок, он не может определить на глаз, перебежит, успеет он перебежать или нет, пока он ребенок. Как говорится, работает глазомер еще. Да, у них еще нет. У детей это еще слабо развито. И из-за этого тоже такая ситуация. Плюс, опять же, машина, она весит больше тонны. Остановить ее сразу не получится. Любую машину, иномарку, отечественную производство, неважно какую. Не говоря уже о грузовиках, о большегрузных машинах. Они будут ехать еще метров 100 после экстренного торможения. То есть это как электричка. Электричка останавливается через 800 метров. Километр практически, если человек попадает под электричку. Километр еще едет поезд. Здесь нужно, конечно, серьезно призадуматься. Станислав Александрович, вот вы сказали, что вашему сыну 8 лет. И я так понимаю, что он закончил первый класс. Скажите, а вот лично как вы, своего ребенка, учили правильно переходить дорогу? Ну, у нас под абсолютным запретом выход на проезжую часть. Абсолютно я запрещаю выходить ему одному. Даже если там мячик вылетит, еще что-то. Сейчас в России очень сильно развит здоровый образ жизни, так называемый. Там очень много площадок, они все закрыты. Удобно туда ходить. Поэтому я не вижу необходимости, например, играть в футбол на тротуаре. Когда рядом есть школа, за школой, вот на той же, на Карла Маркса, там есть площадка игровая. Почему? Вопрос задаю. Почему ты играешь на тротуаре? Ну, мне здесь удобнее. Удобнее быть не должно. За руку пошли туда, вот там вот играете. Все. Это все зависит от родителей. Если родители относятся безответственно к данным моментам происходит, вот такие ЧП. Мы будем призывать ответственных родителей. Все-таки нужно рассказать и объяснить самое главное, на мой взгляд, последствия, к чему может привести вот такое поведение. Правильно? Ну, последствия, они очевидные. Водитель может, как минимум, административную ответственность привлечен быть, не говоря уже, если будет тяжкий вред здоровью, либо, не дай бог, там, со смертельным исходом. То для водителя однозначно наступают последствия. Это раз. Ну, а второе, для ребенка и для родителей. То есть, каково это, ходить там в больницу, там, к ребенку, там, навещать его. Это, конечно, это, такого быть не должно. И федеральная целевая программа, которую подписал президент Российской Федерации, она нацелена на снижение смертности к нулю стремиться. И мы к этому, как бы, стремимся. Проводить? Постоянно у нас отдел пропаганды на выезде находится, постоянно. Постоянно приглашаются родители, родительские комитеты. Постоянно мы собираемся с депутатами местного самоуправления. Далее, чтобы развивать там инфраструктуру какую-то, мы выносим свои предложения. Куда площадку лучше поставить? Как лучше сделать тротуар, пешеходный переход? Где положить так называемых лежачих полицейских? Снизить скорость потока транспорта, чтобы возле школ ставим ограничения скоростные. Потому что... Ну и соответствующие знаки. Я вот как водитель постоянно вижу, наблюдаю, как они обновляются даже. Да. Регулярно у нас дорожный надзор, дорожная инспекция, начальник отделения регулярно лично проезжает вместе со мной зачастую. Мы объезжаем школы. Сейчас паспорта безопасности без удовлетворительного состояния знаков мы принимать не будем. То есть мы будем рекомендовать их обновлять, будем выписывать предписания, будем привлекать к ответственности, к административной нежелающей школы. Потому что безопасность детей, она на первом месте. Станислав Александрович, ну ведь немаловажна и работа по безопасности в каникулы. Вот мы с вами сразу начали с 1 сентября, но тем не менее работа это видна и работа это проводится. Скажите, пожалуйста, какие примеры статистики можете озвучить? Ну, к сожалению, в летний период в связи с тем, что дети находятся все на улице, без присмотра, школы закрыты, как правило, не все могут уехать в лагеря, там какие-то детские, оздоровительные. У нас произошел рост, он небольшой, но тем не менее есть рост, мы все держим на контроле ежедневно, ежедневно смотрим статистику, перепроверяем ДТП, чтобы там не было детей. В данный момент произошел небольшой рост наездов на детей. Слава Богу, у нас ноль за этот год, за прошлый год погибших детей в ДТП нет. То есть и раненые, и страдавшие, погибших нет. Будем стремиться держать эту марку дальше. Ну и в летнее время, опять же, в сопровождении дедушек, бабушек, старших братьев, сестер, как правило, в дворовой территории происходят все равно наезды. Еще раз просим, максимально просим уже родителей, внимательно, держите детей за руку, идете от парадной к машине через дорогу, умудряются попасть в ДТП. Такого быть не должно, это безответственность родителей, прежде всего. Ребенок там ни при чем. Ну то есть, если водитель движется, и впереди пешеходный переход, он останавливается, начинает продолжать движение, и вдруг ребенок выскакивает внезапно на дорогу, понятно, что он, наступает ответственность в совершеннолетии, виноват водитель. Это покажет автотехническая экспертиза. Была ли у него возможность предотвратить столкновение? Понятно. Да, и там уж надо смотреть. Ну, а пешеходный переход нужно притормаживать всегда. Всегда. Да, притормаживать хотя бы там, тем более, если это дворовая территория. Там есть ограничение скорости дворовой территории. Но даже если это небольшая скорость, и ребенок испугается, даже если он не пострадает, он испугается. У нас с испуга сколько болезней-то есть? Одна икота чего стоит, правильно? Заикаться начнет там еще, не дай бог. Это же все потом деньги, это лечение. То есть это и водителей касается, которые носятся по дворам. Вот мы зачастую проводим рейды в вечернее время на дворовых территориях. Просто заезжаем во дворы. В преддоровых, да? Да, заезжаем во дворы и смотрим, как там некоторые личности, водители так называемые, на жигулях, на разбитых иномарках газуют там по дворам. Это, конечно, недопустимо. Мы будем с этим бороться, мы будем принимать к этому меры, чтобы во дворах дети себя чувствовали комфортно. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю прерывать нашу с вами беседу и посмотреть небольшой сюжет, который как раз направлен на безопасность детей на каникулах. Продолжение следует. Проходят во всех районах области. Госавтоинспекторы говорят, каждый родитель должен учить ребенка безопасности с детства. Ну, я считаю, что о безопасности надо говорить с раннего возраста. Это с... Прямо можно даже сказать с рождения говорить о безопасности. Все равно дети очень хорошо усваивают правильное поведение. Все-таки от родителей и от общества зависит, как наши маленькие граждане будут вести себя в дальнейшем. Вместе с общественниками полицейские проводят разъяснительную беседу. Рассказывают, как правильно вести себя на проезжей части и особенно во дворе. Очень часто малыши внезапно выбегают на дорогу. Водитель не успевает среагировать и случается трагедия. Еще одна проблема – гаджеты. Дети переходят дорогу в наушниках или уставившись в смартфон и попросту не замечают автомобиль. Цель акции – чтобы ДТП с участием подростков было как можно меньше. Вдобавок, активисты говорят не только о дорожной безопасности, но и о безопасности в целом. Кроме того, мы хотим видеть, в какой степени обеспечена безопасность пребывания детей в такого рода местах, где их бывает очень много. В данном случае в Волжанке 175 детей. Дети вообще очень хорошо реагируют здесь на разговоры, когда к ним приезжают гости. В данном случае мы сегодня выступаем в роли таких гостей. И разговор сегодня шел не только о безопасности, но и, может быть, о безопасности в широком смысле этого слова. Дети с удовольствием с нами общались, отвечали на вопросы, задавали свои. Сотрудники ГИБДД совместно с общественным советом проводят еженедельную профилактику. Акции проходят на пешеходных переходах, в парках и скверах. Сейчас, во время летних каникул, стражи правопорядка собираются заглянуть в детские лагеря и санатории. Итак, продолжаем наш разговор. Но все-таки хотелось, Станислав Александрович, коснуться еще и выполнения требований ПДД пассажирами. Потому что школьники – это зачастую не только пешеходы, но и, конечно, участники дорожного движения в плане того, переезда на автобусах и так далее. Здесь тоже нужно соблюдать правила. Как пассажирам, так и водителям. Начнем с первого. С пассажиров или с водителем? С пассажиров. Давайте с пассажиров. Значит, при перевозке детей водитель должен соблюсти ряд мероприятий, которые нацелены на безопасность детей. Прежде всего, посадив ребенка, он обязан его пристегнуть. Либо пристегнуть. Есть бустеры. Если дети крупные, то не возбраняется сзади пристегнуть ремнем. Для малышей однозначно это даже не может быть никаких объяснений, если ребенок до 6 месяцев едет без люльки. Это ребенок, он голову еще не держит. При ударе он может сломать все позвонки шейные. Это все очень плачевно заканчивается. За данное нарушение... То есть, я прошу прощения, перебиваю ни на руках у мамы, ни у бабушки. Вот он не может сидеть в кресле, как правило, слышу я отговорки своих знакомых. Только автомобильное кресло. Нет, только кресло. Кресло сделано так, что оно фиксирует голову ребенка прежде всего. Потому что основные травмы при столкновениях, там даже небольших, это травмы шеи. В том числе и у взрослых. У взрослого уже шея, как правило, сформированная, а ребенок, он еще не может держать голову там ровно. У него недостаточно сильные мышцы, там сухожилия определенные моменты, вот эти все есть. Зачастую младенцев перевозят у родителей, как родители садятся посередине, между сидением водителя и пассажира. Это тоже нельзя такого допускать, потому что при столкновении ребенок может просто вылететь из рук между прям в лобовое стекло. Только какой возраст у детей предусмотрен при перевозке в кресле? Ну, все зависит. Возраст-то есть, да, положим, до 7 лет, как он регламентирован. Но есть же дети крупные, которые, например, уже не может, ему 6. Я просто к тому вас спрашиваю, что если, допустим, ребенок 7-8 лет едет пристегнутый за дремнем безопасности, это не нарушение правил? Ну, бустер есть. Есть бустер. Поэтому мы с этими нарушителями будем бороться, которые перевозят детей маленьких вне кресла, не пристегнутыми, на коленях у себя. Есть статья 12.23, часть 3, нарушение правил перевозки детей. Там серьезные штрафы. Да. Поэтому два раза мы еще, я не помню, чтобы какого-то родителя оштрафовали два раза. То есть одного раза хватает. Бывает достаточно, да? Да, потому что там сумма серьезная. Это раз. И второе, этот бустер, ну, это смешно слышать там, что это стоит дорого, это стоит очень дешево. Это раз. А второй момент, что наш отдел пропаганды раздает их на мероприятиях бесплатно. Поэтому. Вот сейчас хочу перейти как раз к перевозке детей в автобусах. Бывают плановые мероприятия в школе, когда едут в театр, в цирк и так далее и тому подобное. Расскажите, пожалуйста, как правильно перевозить группу детей, кто должен быть сопровождающий в автобусе и так далее? Ну, там есть исчерпывающий перечень. Значит, первое, подать заявку в отдел ГИБДД. Обязательно. Да. В отдел пропаганды и в технадзор. Ну, у нас занимается этим пропаганда. Далее она передает данную заявку, которая за два дня до выезда передается в технадзор, который перепроверяет эту заявку. Проверяют водителя на нарушение ПДД, были ли у него нарушения за последний период. Конечно, 90-е не смотрим. Но я прошу прощения, если это не школьный автобус, если это частный, как правило, школы нанимают частного перевозчика и везут. Обязательно нужно подавать заявку? Обязательно подавать заявку за два дня. И после чего мы включаем уже свой ресурс весь, который у нас есть информационный. Мы перепроверяем полностью автобус, был ли он в ДТП где-то, не был, какого года, прошел ли он техосмотр, застрахован ли он, ОСАГО минимум. Плюс водителя обязательно. Если водитель злостный нарушитель ПДД, мы будем рекомендовать организации, которая его зафрахтовала, отказаться от его услуг. Потому что доверить жизни 40-50 детей водителю, у которого 10-20-30 нарушений за последний год, это нецелесообразно. Ну конечно. Хорошо. Можно ли говорить, что тщательно сейчас проведены проверки организации дорожного движения, вот как раз вблизи школ и детских садов? В данный момент мы начали с 1 августа данное мероприятие. Это уличная дорожная сеть, мы проверяем. Обязательно к 1 сентября до 25 августа мы уже готовы будем отсчитаться перед руководством управления ГИБДД по предмету проверки всех школ и детских садов. Потому что к 1 сентября мы уже там времени мало осталось. В данный момент у нас весь отдел пропаганды, включая сотрудников ГИБДД, закрепленных за школами, включая дорожную инспекцию, во главе с начальником дорожной инспекции, занимаются обследованием уличной дорожной сети вблизи школ. Станислав Александрович, не лишним, я думаю, что сейчас в нашей сегодняшней программе, которая посвящена в первую очередь безопасность детей, напомнить, как нужно вести себя в общественном транспорте. Общественный транспорт. Чтобы не получить травмы элементарные. Да, значит, обязательно держаться за поручни детям, дожидаться полной остановки. У нас многие автобусы, водители автобусов, троллейбусов, трамваев, при остановке, уже еще не остановившись полностью, начинают открывать двери. Дети, естественно, они активные, тут же начинают выбегать, смотреть все это. Это, конечно, очень плохо. Мы постоянно беседуем с представителями трамвайно-троллейбусного управления, с автобусами, парками. Постоянно с ними ведем беседы о недопустимости открывания дверей до полной остановки. То есть какие-то секунды могут стоить реальную жизнь? Конечно, конечно. Он на ходу выпрыгнет, и он может попасть под этот же трамвай, не дай бог. Это же все... Транспортное средство – это источник повышенной опасности. Остановить его моментально не получится никакой. Ни велосипед не остановится, ни самокат, никто. Всегда есть какой-то зазор, в который как раз и попадают дети. Вот, кстати, сейчас я смотрю на улицах нашего города очень активно, как вы сказали, водители, их приравнивают уже к водителям электрических самокатов. Вот какие-то, может быть, советы бы вы дали, как водителям этих самокатов, так, может быть, и детям, которые становятся реальными участниками также вот этого движения? Электрические всякие различные... Однозначно. Вот эти гироскутеры... Гироскутеры, да. Которые весят там, извините, тоже там по 20 килограммов, которые тоже не остановятся, и водитель, управляющий, человек, управляющий гироскутером, естественно, он предпочтет, наверное, скорее всего, в кого-то врезаться, чем упасть самому. Это же больно. Конечно. Ему самому будет. А то, что там дальше будет, его это как бы уже меньше волнует. Ну, тут только к сознательности управляющих данными транспортными средствами призвать можно и все. Не гонять на электрических самокатах, на этих, вблизи школьных учреждений, по тротуарам, где идут матери с детьми, с колясками. То есть будем проводить профилактические беседы, будем разбираться. Спасибо. Вот ответственность за нарушение ПДД, все-таки хочется вернуться к этому вопросу. Ведь старшеклассники становятся также административно ответственными за нарушение правил дорожного движения. Вот какая работа ведется в этом направлении? Со старшеклассниками попроще, они уже люди более зрелые, они понимают уже, что происходит. Многие уже побывали в каких-либо ДТП, то есть они помнят, что это больно и неприятно. Поэтому с ними попроще, значит, также ведем с ними беседы, собираем. Не далее, чем месяц назад проходил фестиваль Иволга. И на Иволге мы организовали мероприятие, посвященное как раз безопасности дорожного движения. Показали ролики, какие последствия наступают при каких-либо моментах. И собрали зал и прониклись. Это были как раз 15-16 лет, 10-11 класс, там первые курсы институтов. То есть как бы люди остались приятно удивлены. Ну вот все-таки как раз, если мы говорим о старшеклассниках, вот здесь и недопустимость использования гаджетов при переходе проезжей части отвлекает внимание, может привести к дорожно-транспортному происшествию. Вот что здесь нужно помнить при переходе, вообще находясь на улице? При переходе, конечно, надо все это убирать, телефон убирать. Зачастую смотришь, как многие там, да и взрослые идут в телефон уставиться и идут. Ему там без разницы. Еще раз призываем о том, что машина не остановится моментально. То есть либо пешеход остановится, там долю секунды потратит, либо он попадет, может попасть в больницу. Сейчас очень так интересно в других регионах организовывать пример такой. Да, значит, перед пешеходным переходом за несколько метров активисты на трафаретах кладут и краской закрашивают знак «Сними наушники», «Убери телефон», «Переди дорогу». «Переди дорогу». Очень так интересно такой опыт, так посмотреть, как это все. Положительный опыт, может быть, перенять. Перед пешеходными переходами, так интересно очень, метров там за 6-7 до пешеходного перехода, вот они вот такие, вот эти, так называемые, знаки, не знаки, там, напоминалки, напоминалки, да, делают, чтобы. И вот я так смотрю, люди так вот действительно идут, раз там, все, убрал, перешел дорогу, водил, дальше пошел. Ну, так. Ну вот, а давайте все-таки вернемся к ответственности. Скажите, пожалуйста, какие сейчас штрафы за нарушение ПГД на дороге? Ну, смотря какие нарушения. А мы и ПСИ, давайте перечислим. Напоминаем водителям, что за управление транспортным средством в алкогольном, наркотическом опьянении, либо при отказе от прохождения, грозит лишение, однозначно лишение на 18 месяцев. В зависимости от позиции судьи и характеристики административного нарушителя, может увеличен быть срок лишения. Обязательно штраф 30 тысяч рублей. Вот. И после окончания срока лишения оплаты штрафа, пересдача в РЭО города Самары, либо, ну, по желанию, там, может, в Жигулевске, еще где-то. Да, это самые такие актуальные. Да. Сдача теоретического экзамена на право управления транспортным средством. Получение медицинской справки, пройти нарколога, что весьма проблематично. Поэтому думайте об этом. Стоит ли призадуматься, садитесь или за рот? Да, потому что часть ДТП, она все равно совершается водителями в нетрезвом состоянии. В том числе и с детьми. Да, в том числе и с детьми. Ну, стараемся, конечно, их предупреждать. Спрофилактировать, так сказать, на будущее. Побеседовать. Если есть родители рядом, переговорить с родителями. Поэтому. Я задавала вам вопрос про старшеклассников. Для них распространяется вот эта ответственность? Либо так же просто разговариваете и отпускаете? Распространяется. Можно привлечь. Да, мы составляем карточки на детей-нарушителей. Уведомляем школу о том, что в их школе обучается. Либо в другом учебном заведении обучается нарушитель. Но стараемся все-таки работать на профилактику. На профилактику. Да. Наша задача спрофилактировать, а не наказать. Кстати, как говорят врачи, я думаю, что здесь тоже применимо лучшее лечение заболеваний этого профилактика. Да. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную информативную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. И помните, конечно, что мы сегодня вам желаем удачного 1 сентября. И соблюдение ПДД – это, конечно, залог жизни и здоровья. До свидания. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова